Еще Всеволод Миллер, покойный, выдающийся русский ученый, он доказал, что осетины являются потомками скифо-сарматских племен, которые населяли весь юг России, побережье Северное, побережье Черного моря. Вот эти равнины. И осетины – последний остаток вот этих многочисленных, больших скифо-сарматских племен. Осетины – это вот все, что осталось от этого скифо-сарматского мира. В истории мы были чаще известны как Аланы под названием Алан. Название осетин – это происходит уже от грузинского. А настоящее наше название – Аланы. Под этим названием нас знали другие народы. Мы часто упоминаемся в этих исторических источниках. Вот есть такой ученый Бахрах, он собрал эти свидетельства. Аланы на Западе, или, кажется, вот так называется его книга, он собрал все сведения об Аланах, которые имеются в западных источниках. Судьба Алана была, вы знаете, сложной. Большая часть их вместе с гуннами прошла по всей Европе. Затем даже высадились в Испанию, потом в Африку. И там растворились среди местных племен. Но много от них осталось в топонимике, в названиях местностей осталось много названий. Вот есть такая здравствующая, ныне Ковалевская такая, историк. Она насчитала около 300 названий в Европе, во Франции, в Испании. Около 300 географических названий Аланского происхождения. Так что наши предки, раньше мы думали, что мы только на юге Франции, а вот Ковалевская показала, что мы до самого севера оставили свои следы названия местностей, племен. Так что чуть ли не всю Францию, не то чтобы оккупировали, вино, смешавшись с местным населением, жили. Ну, час потом перешла в Испанию, и из Испании даже в Африку. Ну, час потом.